Азербайджанская фиаско Причем на самом деле началось это значительно раньше, не в 90-х, а в конце 80-х, как только армянами Карабаха был поставлен вопрос о включении НКО к Армянской ССР, что конечно же справедливо, учитывая, что это историческая область Армении и что значительная часть населения этого автономного округа армянская. В Баку уже когда поняли, что запахло жареным, устроили знаменитые погромы в Сумгаити и Баку, а идеей фикс стал освобождение Карабаха от армян. Далее произошло то, что произошло. И вот вам вопрос. Как вы думаете, в какой стране первой обратились азербайджанские националисты за подмогой? Наверняка первое, что придет вам в голову, это Турция. Нет. Даже близко нет. С братом-турком тесно стали налаживаться супружеские отношения только с приходом Абульфаза Эль-Чебея, того азербайджанского лидера, который собрался свои грязные ноги помыть на Севане, одном из чистейших озер планеты. Но знаменитые севанские раки показали, где они зимуют. Страна, к которой обратился Баку в самом начале конфликта, это Иран. Напомню, тогда еще в Азербайджане о пантюркизме слыхом не слыхивали. Все же советский народ. А Иран самая близкая заграничная мусульманская страна. И не просто мусульманская, а самая, что не есть по-азербайджански мусульманская исповедующая шиизм. Плюс, конечно же, сработал родственный азербайджанский фактор, у границ которого проживали тюркоязычные Азари. Плюс антисоветский иранский лидер Хумейни, который, казалось бы, должен был помочь братьям-шиитам. Но, увы, чудо не произошло. Хумейни отказался вмешиваться в этот конфликт и, более того, ужесточил условия Ирано-советской границы, чтобы ни один шайтан не проник ни туда, ни обратно. А в феврале 1989 года так и вовсе умер. Это и афганские, и чеченские наемники во главе с Гюльбиддином Хекматьяром и бандой Шамиля Басаева. Последний так и вовсе не скрывал, что на помощь к азербайджанцам пришел не потому, что джихад совершить против армян, а заполучить оружие для создания на Кавказе государства Ичкерия, оторвать Чечню, а если и повезет, то весь Кавказ от России. Все это имеется в документах, в том числе и дивизии того же наемника, только уже русского наемника, генерала Шаманова, который, кстати, получилось так, что против армян вместе с бандой Басаева воевал в Азербайджане, а потом уже тот же Басаев стал врагом того же Шаманова уже на территории России. Вот так иной расходятся пути и расходятся. Мусолить эту тему не будем. Так вот, прикрываясь исламом, подтюркизмом, паншеизмом и прочими панами, даже противоборствующими между собой, Азербайджан постепенно дошел и до Израиля. Понимаете, да? Как-то не клеится. Но тем не менее. Военное сотрудничество с Израилем стало проходить на уровне торговли, конечно же. Но какие в Азербайджане вояки, чтобы обменивались опытом? Чему они могли научить Израиль? Разве что дюшпиаряли пить? А для большего пиетета между двумя странами Азербайджан начал играть на национальных чувствах еврейского народа, говоря о том, что в истории Азербайджана никогда не было антисемитизма. Ну, положим, Азербайджан довольно-таки молодая страна, чтобы говорить об истории. В любом случае, если имеется в виду та эпоха, когда на территории сегодняшнего Азербайджана еще не было Азербайджана, то давайте рассмотрим, был ли все-таки антисемитизм в регионе от Куры до Абширона, и есть ли он сейчас. И что вообще подразумевает Азербайджан под антисемитизмом? Как по мне, так в мире вообще нет стран, на территории которого не было бы никогда не то, что антисемитизма, но и вовсе ксенофобии. К сожалению, человечество так устроено, когда каждый кулик свое болото хвалит, а пиглицу из соседнего водоема считает недостойной своей трясины. Но когда речь заходит об Азербайджано-израильских отношениях, Баку часто любят напоминать об отсутствии в истории этой страны антисемитизма. Причем, знаете, парадоксально выходит, антисемитизма не было, но антисемитов двумя руками всегда уважали и поддерживали. Но ступлюсь в защиту Азербайджана. Эта страна поддерживала и поддерживает антисемитов не потому, что не желает существования еврейского государства, а потому, что знания на низком уровне. К примеру, в Баку обожают цитировать антисемитов-черносотенцев, таких как Голицын или Величко. Но они их знают как об армянофобах. Да-да, поразительно, но в России так сложилось, что если антисемит, то обязательно армянофоб. И тут Азербайджан, получается, неосознанно противоречит самому себе. И в наши дни антисемиты принимаются в Баку на высшем уровне. Например, тот же писатель Проханов, который даже встретился, была аудиенция его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Что ж, была юдафобия или нет? Давайте углубимся в историю. Как известно, в первой половине 18 века шахом Ирана был Надир Шах Афшар. Азербайджанцы любят распространяться, что Афшары – это одно из племен азербайджанцев. А значит, Надир Шах Афшарит и есть азербайджанец. Хотя он этого сам не знал, убежден. Ну да ладно. Сегодня будем говорить исключительно языком азербайджанцев. Любят-то они любят, только морщатся, когда им упоминают, откуда ведется род Афшаров и клан Надира Шаха Караклю. Морщатся, потому что род из Туркмении или той части, что нынче называется Туркменистаном. А в Азербайджане очень не любят, когда их героев, в кавычках, конечно же, привязывают к Туркменистану. Ведь тогда Арцах, он же Карабах, уже не безимдырь. Верно? Но тем не менее, от правды не скроешься. В книге «Мерземех Тихана Астрабадского. История Надир Шаха» мы видим, что род его туркменский, род Надир Шаха, что офшары принадлежат туркменскому племени. Или в энциклопедии Ираника, в статье о Надир Шахе, мы видим то же самое, что род его туркменский, а никакой не азербайджанский. Или в Британике, в статье «Офшарит Туркмен» мы также видим туркменские корни офшаритов. Но в Азербайджане считают, что Надир был азербайджанцем. Но коли так, то современные азербайджанцы лгут, когда говорят, что в Азербайджане не было антисемитизма, учитывая, что Надир Шах был самый, что ни есть, антисемит. В российской еврейской энциклопедии говорится, что захватив в 1731 году селение Кусары, он обратил всех оставшихся евреев в ислам. А Кусары где у нас? Верно, в Азербайджане. В ходе нашествия Надир Шаха были разрушены и уничтожены несколько поселений евреев. Были и времена, когда те же евреи, проживавшие в области Кубы, Кусар, Шабахов, Хачмаса, должны были носить специальные знаки отличия, отличия, впрочем, как и армяне, чтобы отличать их от персидских тюркских наместников. Это было своеобразное гетто, которое зародилось задолго до Гитлера и не в Германии, а там, где нынче Азербайджан. Поэтому не нужно рисоваться и сочинять какие-то истории толерантности в виде исторической юдофилии. Теперь из истории современного Азербайджана. Но для начала включаю Израиль. Я бы напомнил, что несмотря на всю кажущуюся дружбу Израиля с Азербайджаном, еврейское государство с первого дня моего ареста было отнюдь не на стороне Азербайджана. То есть какие-то красные линии, они все-таки есть. Как вы помните, Израиль заявлял протест, меня требовали освободить. И, кстати, информация о том, что Азербайджан вновь объявил меня в розыск уже в феврале 2018 года. Израиль получил по каким-то своим каналам из Генпрокуратуры Азербайджан, то есть, видимо, это по линии спецслужб, передали это мне, сопроводившими инструкциями, как снова не попасться в руки азербайджанскому режиму. Я даже более того сказал бы, примерно полтора месяца назад я снова имел общение с израильскими, скажем так, людьми в серых пиджаках, так называемыми, которые мне сказали, что некие силовики внутри руководства Азербайджана предложили 30 тысяч долларов за информацию о моих пересечениях границ ряда стран СНГ и пары-тройки стран Азии. То есть мне туда не стоит ездить. Я бы просто хотел добавить, что, видимо, отчаявшись поймать меня повторно законными методами, то есть с объявлениями в розыск, ну, то есть они поняли, что, кроме как с Белоруссией, такие фокусы больше, наверное, нигде не пройдут, ли вы просто перешли к конкретному бандитизму, криминалу, ну, в то, в чем они всегда были сильны. И это не может радовать Израиль, который очень серьезно относится к интересам своих граждан. И аккуратно дает таким образом понять Азербайджану, что вот это границы, дальше нельзя. И, кстати, отдельный вопрос про антисемитизм в Азербайджане. До истории с моим арестом я как-то очень мало об этом знал. То есть я слышал, что там никогда не было проблем с евреями, у меня были друзья среди горских евреев, которые говорили, что в целом все было нормально. Я был в Красной Слободе в Азербайджане летом 2016 года. Как бы тоже в качестве туриста со мной, естественно, никто не откровенничал. То есть все очень сильно поменялось после моего ареста. Алиев позволил мне погрузиться в самые недра азербайджанской ненависти, ксенофобии, вот этого вот их фашизма. И я смог это все ценить изнутри. Смотрите, там были ситуации такие. Ну, например, во время допросов, которые проводили старший исследователь генпрокуратуры Азербайджана. Они, естественно, больше гадостей говорили про армян, чем про евреев. Но про евреев тоже проскакивали. Какие-то, знаете, такие мелкие гадкие вещи. Типа, что еврейки плохи в постели, и у них воняет из-под мышек. Говорил мне там один исследователь. То есть, ну, какие-то мерзкие такие вещи субъективные, непонятные. Они говорили, в этом они похожи на армянок, они симпатичны в молодости, потом превращаются в старух, которые плохо извиняют за выражение, занимаются сексом. Но это показывает, кстати, общий уровень образования азербайджанских силовиков и их уважение к другим нациям и другим религиям. Когда меня возили в Азербайджане на допросы, меня же держали там в одиночной камере, естественно, у меня сокамерников не было. Но на допросах, и на допросах, и на медицинских осмотрах, и на судах, куда меня вывозили, я имел, естественно, контакты какие-то там через решетку, через коридор с обычными азербайджанскими заключенными, которые, зная, кто я, то есть они меня видели по телевизору, меня же там крутили по всем каналам. Я там суперзвезда, я более популярен, чем Мехрибан и Ильхам. И они выкрикивали грязный джухут, жалко, что Гитлер вас всех не добил, что вас в печах не дожгли, что мы тебе глотку перережем, мы тебя изнасилуем, мы твою мать изнасилуем. Ну вот у них очень многое крутится вокруг изнасилований, причем другого мужчины, я вот это тоже заметил. Я не знаю, антисемитизм в Азербайджане, наверное, среди интеллигенции советской закалки при Советском Союзе быть не могло. Но сейчас многое поменялось. Во-первых, вся эта деревня приехала в Баку, во-вторых, интеллигенция уехала либо в Россию, либо в Европу. То есть те люди, которые там остались, они в массе своей реальной антисемиты. И еще, думаю, стоит упомянуть вот какой момент. Во время моего содержания в бакинской тюрьме меня должен был навестить бакинский раввин. Его просил об этом и мой адвокат, и посольство Израиля, и даже генпрокуратура Азербайджана, которой, очевидно, надо было показать, насколько они толерантны, и, видимо, сопровождать этого раввина с телевидением, ну и чтобы бубнить о своей толерантности. Мне кажется, раввин оказался умнее всех. Он отказался меня посещать в тюрьме, заявив прямым текстом, что любая связь вот сейчас с Лапшиным может привести к тому, что попадет под удар еврейской общины Баку. Ну, можете делать выводы. Снова возвращаемся в реальную жизнь и напомню кое-что, если отшибло память. Такое иногда бывает, не спорю. В 1995 году в Азербайджане были случаи нападения на лиц еврейской национальности вплоть до убийства пожилой еврейской пары, 71-летнего старика, а также избиение 30-летнего еврея, которого нападавшие избивали с криками сионистский террорист. В апреле этого же года отмечено осквернение еврейских захоронений. Около 50 могил были частично вскрыты на еврейском кладбище Баку. Помимо этого, покинувшие Азербайджан еврейские беженцы сообщили, что исламская партия Азербайджана регулярно распространяет антисемитские сообщения через свои газеты, листовки и радиоканалы с призывом выгнать евреев или они будут уничтожены. В листовках, распространяемых националистической группировкой Мусават, говорилось «Не покупайте квартиры от евреев, они принадлежат вам». Армяне, выходцы из Азербайджана конца 80-х, начала 90-х, наверняка сейчас вспомнили, что те же призывы были в отношении армян, только на 5 лет раньше. Ну и после армян все это происходило. Например, в 2001 году было осквернено еврейское кладбище в Баку, когда было разбито около 50 надгробных памятников и плит. А в 2006 году бывший министр внутренних дел Азербайджана Искандар Гамидов, председатель Национально-демократической партии Боскур, сделал ряд антиеврейских и антиизраильских заявлений. Согласно ему, евреи уже давно, став хозяевами Азербайджана, успешно прибирают к своим рукам богатство страны. Обвинив ряд отечественных историков в сговоре с сионистами он отметил, что готовится почва для дальнейших претензий к Азербайджану. Согласитесь, им постоянно кажется, что кто-то все время покушается на Азербайджан. В том же 2006 году в Баку 27 июля, а также 3 и 7 августа прошли антиизраильские демонстрации. Хотя митинги не были санкционированы, власти не вмешивались. 5 августа около 70 человек провели демонстрацию в поддержку Хизбаллы, на котором участники выкрикивали лозунги против Израиля, США, Европейского Союза и других государств. Ну, естественно, и про Армению не забыли. Демонстрация закончилась сжиганием израильских и американских флагов. В 2008 году в Азербайджане группа из 4 азербайджанцев и 2 ливанцев планировала взорвать израильское посольство в Баку. Их планам не суждено было сбыться, они были схвачены и осуждены. В мае 2010 года в связи с задержанием Израиля турецкого судна Маави Мармара по Азербайджану прокатилась «Волна антисемитизма». Под радикальными антиизраильскими и прямо антисемитскими лозунгами в Баку и ряде других городов прошли антиизраильские выступления. В 2012 году было вновь осквернено еврейское кладбище Баку. Как сообщало агентство еврейских новостей, кладбище превратили в мусорную свалку, что, согласно агентству, является вопиющим случаем антисемитизма. В августе 2014 года был зарегистрирован акт вандализма на еврейском кладбище Шамахи. Вандалами-антисемитами была разрушена мраморная плита «Звездой Давида» и надписью «Еврейское кладбище». Ну так что? Был в истории Азербайджана антисемитизм или его все-таки не было? Толерантен ли босс Курт или очередное очковтирательство для народа? Решать вам. Ну и напоследок. Ставьте лайки, дизлайки, как вам угодно. Побольше комментариев от вас, желательно интересных комментариев. И спасибо тем, кто отзывается на банковские реквизиты, которые под этим самым видео находятся, и донатят. Спасибо вам всем огромное. Я с вами.